С молчаливостью учительская надменность, с радостью самомнение, с надеждой и леностью, с любовью опять осуждение, с безмолвием уныния и леностью, с непорочностью и огорчения, с смиренномудвием дерзновения, за всеми же ними, как общее врачевство, а лучше сказать отрава, следует тщеславие. Не будем скорбеть, если просят чего у Господа, несколько времени не бываем услышаны. Господу было бы угодно, чтобы все люди в одно мгновение сделались бесстрастными. 60. Все, которые просят чего-либо у Бога и не получают, без сомнения не приемлют по одной из следующих причин. Или потому что просят прежде времени, или потому что просят недостойно и тщеславно, или потому что получило, не стали бы превозноситься, или потому что вознеродели бы по исполнению их прошения. 61. Что демоны и страсти удаляются от души, или на некоторое время, или навсегда, в этом, думаю, никто не сомневается, но немногие знают, вследствие чего бывает их от нас удаление. 62. От иных не только верных, но и неверных удалялись все страсти, кроме одной гордости, оставив в них эту одну, как первенствующее какое-то зло, вполне заменяющее собой все прочие страсти. 63. Ибо столько она вредна, что может не извести и с неба. 63. Вещество страсти истребляется искореняемое и поджигаемое в душе божественным огнем. 64. Демоны добровольно удаляются от нас, чтобы довести тем до нерадения, а потом внезапно похищают бедную душу и до такой крайности осваивают ее со страстями. 65. Что с этого времени делается она уже сама себе наветницей и врагом. 65. Зная еще одно удаление этих зверей по приобретению душой и совершенного навыка к порокам, примером сказанному служат младенцы, которые по долговременной привычке, когда не дают им сосов матерних, сосут персты свои. 66. Зная и пятый род душевного бесстрастия, происходящего от великой еще простоты и достохвальной невинности. 67. Ибо таковым праведно подается помощь от Бога, спасающего правых сердцем, и нечувствительно освобождающего их от всего худого, как и младенцы, когда снята с них одежда, вовсе не знают наготы своей. 68. Порока или страсти естественным образом нет в природе, потому что Бог не творит страстей. 69. Добродетели же многие даны нам Богом по самой природе, из числа таковых очевидно суть следующая. 69. Милосердие, потому что язычники сострадательны. 70. Любовь, потому что и бессловесные животные часто плачут, лишаясь друг друга. 71. Вера, потому что все мы рождаем ее из себя самих. 72. Надежда, потому что, давая взаемы, плавая и сея, надеемся обогатиться. 73. Итак, если по доказанному любовь в нас от природы, и она есть добродетель, союз и исполнение закона, то следует, что добродетели недалеки от природы, и пусть устыдятся те, которые от исполнения тех отговариваются бессилием. 74. Выше природы непорочность, негневливость, смиренно-мудрие, молитва, бдение, пост, непрестанное сокрушение. 75. Иным из них научают люди, другим ангелы, а иным учитель и податель, сам Бог Слово. 75. При сравнении зол должно избирать нам легчайшее. 76. Например, бывает нередко, что стоим на молитве, и приходят к нам братья, и необходимо сделать одну из двух. 76. Или оставить молитву, или опечалить брата, отпустив без ответа. 77. Любовь выше молитвы, потому что одна есть частная добродетель, а другая объемлет собой все добродетели. 77. Когда-то давно, будучи еще молод, пришел я в город. 78. И сидя за трапезой, вдруг объят был помыслами чревоугодия и тщеславия. 79. Боясь исчадия чрево неистовства, рассудил уступить лучше тщеславию, ибо знал, что в юных демон чревоугодия одерживает часто верх над демоном тщеславия. 79. И это неудивительно, потому что в людях мирских корень всех зол – сребролюбие, а в монахах – чревоугодие. 80. В людях духовных бывают нередко иные очень неважные страсти, оставляемые в них по Божию смотрению, чтобы они, нещадно осуждая себя за иные маловажные и безгрешные недостатки, приобретали некрадомое богатство смиренно-мудрее. 80. Невозможно в самом начале приобрести смирение живущему не в подчинении, ибо всякий учившийся искусству своенравно много о себе мечтает. 81. По учению отцов деятельная жизнь определяется двумя самыми главными добродетелями. 81. И справедливо, потому что одна истребляет сластолюбие, а другая это истребление ограждает смиренно-мудрием. 81. Поэтому и плащ бывает двоякий. Одним истребляется грех, другим производится смиренно-мудрие. 81. Благочестивым свойственно давать всякому просящему, более же благочестивым давать и непросящему, но не требовать назад узявшего, особливо, когда есть на это возможность. 81. Свойственно может быть только бесстрастным им одним. 75. Во всякой страсти, а также и в добродетелях, не перестанем допытываться о себе, где мы, в начале ли, или в середине, или в конце. Все демонские против нас брани бывают по этим трем причинам – от сластолюбия, или от гордости, или по демонской зависти. 76. Последние блажены, средние весьма несчастны, а первые до конца не потребны. 77. Есть какое-то чувство, лучше же сказать, какой-то навык, называемый неутомимостью. 78. Кем овладел он, тот никогда уже не будет бояться труда или уклоняться от него. 79. Этим достославным чувством объятые души мучеников легко презирали мучения. 80. Иное дело – охранение помыслов, а иное – соблюдение ума. 81. Сколько восток отстоит от запада, столько второе, хотя оно и труднее, выше первого. 81. Иное дело – молиться об избавлении от помыслов, иное – противиться им, а иное – вменять их ни во что и оставлять без внимания. 82. О первом способе свидетельствует, сказавший, Боже, приди на помощь ко мне, и тому подобное. 83. О втором говоривший, я отвечаю поношающим меня слово – пререкание. 84. Еще – положил нас в пререкание соседям нашим. 85. А третьим – свидетель – песнопевец, онемел и не отверзаю уст моих. 85. И положил им, хранила. 86. Негде восстать и грешнику передо мной еще гордые законопреступники дозела. 86. От созерцания же твоего не уклонился. 87. Кто стоит на средней степени, то часто пользуется первым из этих способов, по неготовности к противодействию. 87. А кто стоит на первой степени, тот не в состоянии отражать врагов вторым способом. 87. Но достигший третьей степени во всем посмевается демоном. 88. Естественно, невозможно, чтобы существо бестелесное определялось телом. 88. Но все возможно сотворившему Богу. 89. Как те, у которых чувство обоняния здраво, могут узнавать, у кого спрятаны ароматы. 89. Так и чистая душа познает в других, неощутимо для прочих, и благоухание, какое сама приобрела от Бога, и зловоние, от какого совершенно уже освободилась. 89. Не всем возможно сделаться бесстрастными, но всем спастись и примириться с Богом не невозможно. 90. Да не возобладают Тобой те иноплеменники, которые пытливо хотят узнать тайны пути Божия смотрения, или бывающие людям видения, и скрытно внушают, будто бы Господь лицеприятен. 91. Ибо, как и действительно есть и ясно видно, это исчадие самомнения. 91. Есть демон сребролюбия, который нередко принимает на себя притворный образ смирения. 91. И есть демон тщеславия, а равна и демон сластолюбия, который побуждает к милостыне. 91. Почему, если чисты мы будем от того и другого, то не перестанем на всяком месте творить дела милосердия? 85. Иные говорили, что демон и демонам противодействует. 92. Но я узнал, что все они ищут нашей погибели. 93. Всякому духовному деланию, и видимому, и мысленному, предшествует собственное наше намерение, и сильное желание при Божьем в них содействии. 93. Ибо если не предварели первое, то не последует второе. 94. Ежели есть время всякой вещи под небесами, как говорит экклесиаст, а под именем всякой вещи должно разуметь и то, что касается до нашего священного жительства, 94. То рассмотрим, если угодно, и для всякого времени поищем того, что свойственно этому времени. 95. Ибо без сомнений у подвижников, говорю это по причине младенчества подвязающихся, 95. Есть время бесстрастия, время слез и время жестокосердия, 95. Время бывши послушания и время повелевать, 96. Время поста и время вкушения пищи, 96. Время брани со врагом, телом, 97. И время умерщвлению, рожжения, 97. Время бури душевной и время тишине ума, 98. Время сердечной печали и время духовной радости, 98. Время учению и время слушанию, 99. Время осквернений, может быть, по причине самомнения, 99. И время очищения за смирение, 99. Время борьбе и безопасному покою, 99. Время безмолвия и времени развлекаемому развлечению, 99. Время непрестанной молитвы и времени лицемерному служению. 99. Итак, не будем обольстившись горделивой и ревностью, 99. Прежде времени искать того, что бывает в свое время, 99. То есть искать зимою, что бывает летом, 99. И во время сеяния, что бывает при собирании рукоятей, 99. Потому что есть время посевать труды, 99. И есть время пожинать неизреченные дары благодати. 99. В противном же случае и по наступлению времени 99. Не получим того, что свойственно этому времени. 99. По неизреченному Божию усмотрению, 99. Праведное воздаяние за труды свои получали от Бога 99. Иные прежде трудов, 99. Иные во время самых трудов, 99. Иные после трудов, 99. А иные уже при смерти. 99. Спрашивается, кто из них друг друга смиреннее? 99. Бывает отчаяние, 99. Бывает отчаяние следствие множества грехов, 99. Обремененной совести и невыносимой печали о том, 99. Что душа покрыта множеством язв, 99. И под бременем таковых погружается в глубину отчаяния. 99. И еще постигает нас отчаяние вследствие гордости и самомнения, 99. Когда почитает по себя как бы незаслуживающим 99. Приключившегося ему падения. 99. Наблюдательный в том и другом найдет следующее отличительное свойство. 1. Один в отчаянии предается уже грехам равнодушно. 1. Другой в отчаянии продолжает еще свое подвижничество, что разногласит с его состоянием. 1. Но первого могут уврачевать воздержание благая надежда, а последнего смирение и навык никого не осуждать. 2. Не должно удивлять нас или казаться для нас странным, когда видим, что иные дела делают худые, а слова произносят добрые. 2. Ибо само мнение и в раю, превозмездший змея, не зринуло его в погибель. 3. Во всех твоих предприятиях и при всяком образе жизни живешь ли ты в духовном подчинении или никому не подчиняясь, 4. Видимо или мысленно делание твое уставом и правилом для тебя добудет. 5. Спрашивать себя, точно ли по Богу дела твои? Например, когда мы, разумею, новоначальник, приступаем к исполнению какого-либо намерения, и от этого делания в душе нашей не превращается приобретенное нами до то ли смирение. Тогда, по моему мнению, мало ли или велико будет дело наше, делаем мы это не по Богу. Ибо в нас, младенствующих еще в духовной жизни, удостоверением в согласии с Господней волею служит смирение. Достигших же среднего состояния, удостоверяясь, может быть, удаление от них браний, а совершенных – приращение и обилие божественного света. В великих и малое может быть немало, а в малых и великое, без сомнений, несовершенно. Воздух, очищенный от облаков, показывает солнце во всей ясности, и душа, сподобившаяся отпущению прежних грехов, без сомнения узрела божественный свет. Иное и есть грех, иное праздность, иное нерадение, иное страсть, а иное падение. Кто может исследовать это от Господи, тот пусть приведет это в ясность. 95. Иные более всего ублажают дар чудотворения, и то, что в духовных дарованиях, видимо, не зная, что много и выше этого, и сокровенно, а потому и пребывает неотъемлемым. 96. Совершенно очистившийся видит душу ближнего, хотя и не самую сущность души, в каковом она расположении, а приспевающий еще заключает о душе по телу. 97. Малый огонь истребляет нередко целый лес, так и малая скважина портит весь труд. 98. Бывает успокоение, которое в рождой плоти пробуждает силу ума и не возбуждает рожжение. И бывает изнурение тела, может быть, и сильное, которое возбуждает движение в плоти. Да, не надеющиеся будем на себя, но да надеемся на того, кто недоведомо умерщвляет живущую в нас похоть. Когда видим, что иные любят нас о Господе, тогда с ними особенно не будем дозволять себе вольности, ибо ничто так не расторгает любви и не производит ненависти, как вольность в обращении. 100. Духовное и весьма прекрасно душевное око, и все превосходит оно после бесплотных сущностей. Почему и подверженные страстям люди могли нередко узнавать помышления в других душах по сильной к ним любви, особо ли уже, пока не осквернились еще и не погрязли в брении. Если невещественной природе ничто так не противоположно, как природа вещественная, читающий да разумеет это, то наблюдение примет у людей мирских противны Божию промыслу, а у нас, монахов, духовному ведению. Милочной душою о посещении их Господом пусть узнают по телесным нуждам, опасностям и по затруднительности внешних обстоятельств, а совершенное по присутствию в них Духа Святого и по преумножению дарований. Есть демон, который приходит к нам, когда ляжем на одр и стреляет в нас лукавыми и нечистыми помышлениями, чтобы мы, невооруженные тогда против него, в поленности своей, к молитве, уснули с этими скверными мыслями и потом имели скверные же сновидения. Есть так называемый предшественник злых духов, который нападает на нас тотчас по пробуждению от сна и оскверняет первую нашу мысль. Господу посвящай начатки дня своего, потому что весь день будет принадлежать тому, кто первый овладел нами. Достойное примечание слова сказал мне один превосходный делатель. Потому каково мое утро, говорил он, предузнаю я течение целого дня. 105. Много путей благочестия и погибели. Поэтому часто бывает, что иной противится одному и искренне согласен с другим. Между тем, как у обоих намерения, благоугодно Господу. При случающихся с нами искушениях демона усиливается заставить нас или сказать, или сделать что-нибудь неприличное. Если же не возмогут сделать того, стоят тихо и влагают в нас мысль принести Богу горделивое благодарение. Мудрствовавшие горния по разлучению души с телом одной части восходят в горе, а мудрствовавшие дольния опять идут долу. Ибо для душ, разлученных с телом, нет уже среднего места. Одно из творений получило бытие в другом, а не в себе самом. И удивительно, каким образом может существовать вне того, в чем получило бытие. Благочестивых дочерей рождают матери, а матерей производит Господь. И о противоположном не неблагоразумно постановить подобное этому правило. Моисей, лучше сказать, сам Бог запрещает страшливому выходить на войну в старозаконе 28 стих, что последнее душевное обольщение не было хуже первого телесного падения. И это справедливо. Свет для всех телесных членов чувственные очи. Умный же свет развлечения божественных добродетелей. О благорассудительном развлечении. 110. Как полимый зноя молень жаждет вод, так вожделенно инакому разумение Божией воли благое познание не только Божией воли, но и того, что не есть чистая Божия воля, и что даже противно ей. Это предмет подлинно для нас важный и нелегко изъяснимый, а именно, какие дела в нашей состоящей власти должны быть исполняемы неотложно, без всякого замедления, и как можно скорее, по слову сказавшего, горе отлагающим день, а дня, Серахов 5.8, и от времени до времени, и какие опять должны быть исполняемы без торопливости и со смотрительностью, как советуют сказавшие, соуправлением бывает брань, притча 24.6, и еще, все благовообразно и по чину добывает, ибо не всяком можно вскоре и с ясностью распознавать такие неудобо различимые вещи, если и богоносный муж, в котором глаголол Дух Святой, нередко молится об этом, и иногда говорит, научи меня творить волю Твою, ибо Ты Бог мой, а иногда опять, наставь меня на истину Твою, и еще, скажи мне, Господи, путь, в который пойду, ибо к Тебе от всех житейских попечений и страстей взял и вознес душу мою, вознамерившись опознать волю Господню, должны умереть самим себя. Итак, с верой и нелукавою простотою, помолившись Богу со смирением и несомневающимся сердцем, попросив души отцов или братьей, да приимут советы их, как бы из Божьих уст, хотя бы советы эти казались противными собственному их намерению, и хотя бы вопрошаемые были и несовершенны духовно. Ибо не неправеден Бог и не попустит, чтобы обольщены были души, которые с верою и незлобием смиренно покорились совету и суду ближнего. Хотя вопрошаемые неразумны, но глаголят через них невещественные и невидимые великого исполнены. Великого исполнены смиренно мудрые, несомненно, вводящиеся сказанным перед этим правилом. Ибо если некто отверз гадание, свое в Апсалтыре, Псалом 48.5, то словесный ум и разумная душа, сколько, думаете, преимущественней того, чему научает вещь неодушевленная. Многие по своему самолюбию, не достигнув еще показанного перед всем совершенного и легкого блага, вознамерившись сами собой и в себе самих постигнуть, что благоугодно Господу, передали нам весьма многие и различные о всем суждения. Некоторые из ищущих, что есть воля Божия, отлагали всякое пристрастие и помысл свой о том и другом решении души, то есть приступать ли к делу или воспротивиться тому, а также ум свой, совлекшийся собственной воле, в продолжении положенного числа дней, при горячей молитве, представляя Господу, достигали до познания воли Господней или из мысленного собеседования высшего духовного ума с нашим умом, или из того, что одна которая-либо мысль совершенно исчезала в душе. Другие, по скорби и препятствию, какие следовали за предприятием дела, заключали, что оно от Бога, по примеру сказавшего «Хотел прийти к вам едино и дважды и воспрепятствовал нам сатана». Иные, напротив, из неожиданного содействия в деле сознавали, что оно благоугодно Богу, говоря внутренно. «Всякому, соизволяющему на доброе, содействует Бог». Кто имеет озарение от Бога, тот в делах, требующих поспешности, и в делах, дозволяющих замедление, в непродолжительном времени получает удостоверение по второму способу. Колебаться в суждениях и на долгое время оставаться недоумевающим, признак души, не озаренной свыше и славолюбивой. Не неправеден Бог и не заключит двери своей, ударяющим в нее со смирением. «Господь взирает на цель всякого дела и требующего поспешности и такого, которое должно отлагать. Ибо всякое дело, чистое от пристрастия и всякой скверны, совершаемое, собственно, ради Господа, а не для кого другого, хотя бы и не было оно несомненно добрым, вменится нам в доброе». 120. Исследование о том, что выше нас небезопасно, имеет конец. Суд Господень о нас сокрыт в тайне. Господу, по особенному его о нас смотрении, нередко бывает угодно скрывать от нас волю свою. Ибо ведает Он, что мы, и узнав волю Его, прислушали бы ту, и зато понесли бы уже тягчайшие наказания. Сердце правое свободно от разнообразия дел, безбедно плавая владеене злобия. Есть мужественные души с любовью и смирением сердца, приступающие к таким деланиям, которые выше их, но есть и горделивые сердца, делающие то же самое. Ибо у врагов наших нередко бывает в намерении внушать нам дела не по силам, чтобы через то, дошедши до нерадения, оставили мы и то, что нам по силам, и сделали из себя великое посмешище врагам. Видел я, что и немощные душой и телом по причине множества грехопадений предпринимали то, что выше их, и не переносили этого. Таковым говорил я, что Бог судит о покаянии по количеству смирения, а не трудов. Иногда воспитание, иногда и обращение с другими бывает причиной крайне худой жизни. Но часто душа, развращенная сама по себе, достаточно, чтобы погубить себя, уединившийся свободен от первых двух причин, а может быть и от третьей. Но в ком есть третья причина, тот на всяком месте неблагоискусен, потому что нет места безопаснее неба, но дьявол пал и на небо. На небе. С неверными или зловерными, которые злонамеренно припираются с нами, сделав им одно и два увещания, прекратим сношение. А желающим научиться у нас истине до конца века не облинимся делать добро. Впрочем, общением с теми и другими будем пользоваться к подкреплению собственного своего сердца. Крайне неразумен, кто слыша о сверхъестественных добродетелях, во святых, отчаивается в себе самом. Напротив того, они превосходно научат тебя одному из двух, или побудят подражать святым, или треблаженным смирением приведут к глубокому самосознанию и к обнаружению кроющейся в тебе немощи. Из нечистых, лукавых демонов еще лукавее те, которые внушают нам делать грех не одним, но советуют иметь сообщниками в худом деле и других, чтобы подвергнуть нас и к чайшему наказанию. Видел я, что один у другого научился худому навыку, и хотя научивший, пришедший в чувство, начал просить покаяния и перестал делать худое, однако же покаяние его за худые дела ученика было не сильно. Велико, подлинно велико и непостижимо лукавство злых духов, немногими оно видимо, думай же, что и немногими видимо не вполне. Почему роскошество и присыщаясь, бодрство им не дремленно, и постясь, и изнуряя себя трудами, жалким образом преодолеваемся сном, или пребывая на безмолвии, ожесточаемся сердцем, оживя в обществе, приходим в сокрушение, когда голодны бываем, искушаемы сновидениями, а когда сыты, не терпим этих искушений. Вскудости делаемся мрачными, неспособными к умилению, а если пьем вино, бываем веселые и легко приходим в умиление. Кто может, тот о Господе да просветит в этом много непросвещенных, а мы непросвещены для этого. По крайней мере скажем, что такое превращение не всегда бывает от демонов, случается же иногда с растворением этой данной и облекающей меня собою, не зная почему, нечистой и ненасытной дебелости. Когда случается с нами одна из исчисленных выше непонятных перемен, тогда будем искренне и смиренно молить Господа. И если после молитвы долгое еще время будем ощущать в себе то же самое, то заключим из этого, что делается это с нами не от демонов, но по природе. А часто и Божию смотрение угодно благодетельствовать нам через противоположное и всякими средствами не излагать наше самомнение. 130. Опасно с пытливостью исследовать глубину Божьих судеб, потому что пытливые исследователи плывут на ладье самомнения. Некто спрашивал одного из имеющих дар прозрения, для чего некоторых Бог, зная, что они падут, украсил дарованиями и чудотворениями. И он отвечал, чтобы предостеречь прочих духовных мужей, показать человеческую свободу и падших соделать на суде безответными. Закон как несовершенный повелевал внимая себе Таразаконе 4.9 Господь же как пресовершенный возложил на нас исправление брата, сказав, если согрешит брат твой и прочее. Если чистое и смиренное обличение лучше же сказать напоминание твое, то не отрекайся поступить по Господней заповеди, особенно же с приемлющими обличения. А если не достиг ты еще до этого, то по крайней мере упражняйся в законном служении. Не дивись, видя, что и любимые тобою враждует против тебя. Легкомысленные они суть орудия демонов и особенно против врагов демонских. Для меня одно в нас крайне удивительно, почему в добродетелях, имея содействия всемогущего Бога, ангелов, святых, а в противном тому одного лукавого демона. Поползновение и удобо преклоннее бываем к страстям. Об этом в подробности говорить не могу и не хочу. 135. Если все сотворенные существа, каковы они природе таковыми и остаются, то почему же, как говорит великий Григорий, я образ Божий и смесился с брением? Ежели же иные из твари, хотя стали уже не такими, какими произошли, однако же непременно с ненасытностью стремятся к сродному им, то пусть и человек употребляет все средства, чтобы, так сказать, вознести ему брение и посадить на престоле Божием. И никто не отговаривается от этого восхождения, потому что отверсты путь и дверь. Слышимая нами о приспияниях духовных отцов пробуждает ум и душу к соревнованию им, а слушание их учения, светильник во тьме, возвращение заблудшихся на правый путь.